В США прошли испытания первого в истории космического такси. Аппарат под названием Dream Chaser, бегущий за мечтой, способен с необычайной лёгкостью доставлять на МКС грузы астронавтов и даже туристов. Наш корреспондент Леонид Соколовский утверждает, что проект этого удивительного такси американцы позаимствовали у советских инженеров. Это даже не бегущий за мечтой, это сама мечта, с гордостью говорят разработчики Dream Chaser. 9-метровый космолёт с помощью ракеты-носителя сможет доставлять на МКС от двух до семи человек. Преимущество перед обычными шадлами огромны. Этот аппарат обладает средствами спасения автопилотам и способен садиться на любые взлётно-посадочные полосы. Мы делаем большую ставку на Dream Chaser. Этот аппарат настолько эффективный и недорогой, что мы надеемся превзойти нашего главного конкурента — корабль SpaceX Dragon. Главная ставка на самолётоподобный корпус, говорят разработчики. К такому инженерному решению они прибегли неспроста. Оказывается, подобный космолёт был разработан гениальными советскими учёными. Прообраз бегущего за мечтой — аппарат «Спираль» или по-простому «Лапоть», созданный в 60-х годах прошлого века в Подмосковном Королёве. Советский Союз всерьёз готовился к войне в космическом пространстве. Космолёт «Спираль» был действительно амбициозным проектом, но на наше счастье его закрыли. Сейчас, спустя десятилетия, мы тщательно изучили «Спираль» и создали «Бегущего за мечтой». В отличие от советского прототипа, Dream Chaser не способен на боевые действия в космосе. Его задача — выполнять роль такси при развитии орбитального туризма. Основные испытания пройдены успешно. Первый космический старт «Бегущего за мечтой» запланирован на 2015 год.